Всем большой привет, мои любимые! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю новое видео, которое я хочу посвятить несправедливым ситуациям. В последнее время я получаю просто огромное количество сообщений у меня в Инстаграме, в Директе, с просьбой о том, Карина, пожалуйста, сними несправедливые ситуации из жизни, да не только из твоей жизни, но и используй, пожалуйста, наши истории, да-да, ребята. Я очень часто использую именно ваши какие-то истории, которые вы мне пишите в Директ в своих видео, поэтому напоминаю вам, да-да, я существую в Инстаграме, вы можете подписаться и написать туда какие-то истории, возможно, мистические ситуации, несправедливые ситуации, даже если они короткие. Ничего страшного, потому что я делаю подборку из ваших историй. И сегодня как раз-таки я снимаю то самое видео, вы мне написали очень много историй, которые я, пожалуй, отнесу к мошенничеству, к обману. Когда я вам расскажу эти истории, ребят, вы просто будете в шоке, поэтому присаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем. Господи, я сама уже отвыкла рассказывать вам те самые несправедливые ситуации, и я скучала по подобным видосам, я уверена, вы тоже. Если это так, то ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. А я вам желаю приятного просмотра, этот видос будет просто превосходный. И снимаю я его в первую очередь для того, чтобы вы были аккуратными, чтобы с вами не произошли те же самые ситуации, которые произошли когда-то с моими подписчиками. Да-да-да, тут все видео будет о мошенничестве, об обмане, в общем, не буду медлить, мы можем начинать, поехали! Первая история, которой я с вами поделюсь, не такая уж и жесткая по сравнению с тем, что я вам буду рассказывать дальше. Каждую историю я постараюсь по максимуму сократить, потому что изначально брала длинные истории, которые вы мне писали. В общем, моей подписчице Вике было 7 лет на тот момент, когда с ней произошла эта история, и она просто мечтала об айфоне. Она хотела его всю свою жизнь, хоть и не такую уж и длинную, да, потому что ей было 7 лет. На тот момент айфоны только-только начали появляться, только-только стали актуальными, и постоянно в интернете. А она в этот момент сидела во Вконтакте с маминой страничке, и она видела огромное количество конкурсов. Конкурс на макбук, на айфон, на какие-то там наушники, на тот момент, по-моему, были актуальны битс. В общем, вечные конкурсы, и она реально понимала, что на все это вестись не надо, но тут она увидела очень странный конкурс, который выложила к себе на страничку знакомая ее мамы, понимаете, да? А девочка листала ленту и видела, кто что выкладывает. Как бы, соответственно, доверие к этому конкурсу у нее проснулось, и она решила в нем поучаствовать. Чтобы поучаствовать, нужно было перейти по какой-то ссылке, написать, как тебя зовут, сколько тебе лет, почему ты хочешь выиграть именно эти призы, и с тобой свяжутся, если все-таки тебе повезет. Такой конкурс, так сказать, фартанет, не фартанет. Ну и, соответственно, через 4 дня, а девочка уже забыла про конкурс, ей приходит очень странное сообщение, ну, на страничку мамы. А мама вообще не сидела во ВКонтакте, и девочка уговорила ее зарегистрироваться там тупо ради того, чтобы, ну, ее мама могла видеть, чем занимается девочка в интернете, потому что ей было 7 лет, и как бы создать отдельную страничку ей мама не разрешала, выкладывать свои фотки тем более. Ну и, соответственно, с ней связываются в сообщениях, пишут, «Здравствуйте, это вы, вам реально 7 лет». Ну и девочка отвечает «Да». А она на тот момент и по сей день была и будет отличницей. У нее все хорошо было на тот момент с печатанием по клавиатуре. Ну и, соответственно, там заявили «Мы вам доставим эти все подарки, поздравляем, вы победительница». Пишите, пожалуйста, свой адрес, ну и отправляйте ваш номер карты». Девочка сначала ничего не поняла, а потом этот молодой человек без аватарки, да-да, у него страничка была вообще без каких-либо фото, переобулся и начал ей говорить о том, что «Ну, тебе нужно будет заплатить лишь только за доставку подарков». И он уже скинул номер карточки. Девочка позвала свою маму, рассказала ей обо всем этом, ну и мама, соответственно, такая «А давай проверим». Мама была у девочки добрая. Они решили вообще как бы, ну, проверить. Не они же номер карты давали. Данные они вроде бы никакие не оставляли. Ну и, соответственно, да, они переводят 500 рублей за доставку, и буквально через 5 минут мужчина, или кто это был, фиг его пойми, потому что аккаунт был не заполнен, удаляет свой аккаунт. Не прекрасно ли это? Да-да, это еще цветочки, потому что было всего лишь 500 рублей. И да, это была первая история. Никого там больше не пытались развести. Эту группу, где проводили данный конкурс, удалили. И ради чего это было? Ради 500 рублей. Я дико извиняюсь, что такое? Что вообще происходит? Ну ладно, это всего лишь 500 рублей. Следующая история, они пожестче. И да, кстати, этот молодой человек с незаполненной страничкой просил номер карты и адрес. Как я вам уже говорила, для чего, непонятно. С какой целью, тоже непонятно, но девочка ничего так и не ввела, поэтому хорошо. Все обошлось. Рассказываю вам следующую историю. Ну а эта история, я думаю, случалась с каждым начинающим блогером на платформе Инстаграм. Да-да, в Инстаграме очень много мошенников, постоянно какие-то боты, рассылки, рассылки в комментариях, причем сообщения какие-то идентичные, и каждый раз появляются какие-то новые. Так как я имею большую, любимую мою аудиторию, меня иногда настигают вот эти вот самые аккаунты со странными фотографиями, которые 100% были взяты из интернета. Ну и под каждой моей фоткой всегда какие-то рассылки от ботов, от странных людей. Переведите мне деньги, я вас, правда, не обманываю. Сделайте это, сделайте то. И непонятно, ведь есть реально люди, которые нуждаются в помощи. По-настоящему им нужна помощь. Но из-за того, что обманщиков и мошенников развелось настолько много, люди уже, уже просто не знают, кому верить. Но сейчас не об этом. Девочка по имени Кристина решила купить просто потрясающую, да-да, потрясающую рекламу у блогера. Не скажу его имя, чуть не проговорилась. Всю информацию на скриншотах, которые мне предоставила Кристина, я замажу. Мало ли что, вдруг этот блогер сейчас уже обманом не занимается, и я не хочу вот этих всех скандалов, но у блогера белые волосы. Это вам такая небольшая подсказка. Ну и на тот момент Кристина хотела заниматься блогерством, стать блогером, и захотела купить у этого блогера рекламу, стоимость которой составляла около 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей это, ну, я вам скажу, нормальная цена, тем более у этого блогера на тот момент было 450 тысяч подписчиков, активность тоже достаточно хорошая. Ну и, соответственно, что происходит? Скриншоты я вам прикрепляю. Девочка говорит, что хочет купить рекламу. У нее огромное желание, что она давно следит за этим блогером, что он ей нравится, и что она очень хочет засветиться. Сторис у этого блогера, готова заплатить те самые 10 тысяч рублей, да, когда ей об этом сказали. То есть там был макет, три истории, и видеорекомендация. Как вы думаете, что происходит? Как только девочка Кристина переводит деньги этому самому блогеру, она просто исчезает и начинает игнорировать ее сообщения. Вот как я вижу на скриншотах, ее даже кинули в черный список. Тут даже есть сообщение «Отлично, 14-го числа я с тобой спешусь и скинешь макет тогда, спасибо, жду». Ну и, соответственно, ее заблокировали. К чему же я это говорю, ребят? Обмана очень много, и перед тем, как покупать рекламу, пожалуйста, удостоверьтесь в том, что блогер действительно выполнит все обязанности, которые он должен выполнить. Ну а так или иначе, если же этого не произошло, просто динамьте сообщения во все паблики, потому что лично я, тот блогер, который хочет завоевать и уже, по-моему, завоевал доверие аудитории. И всегда, когда у меня покупают рекламу, я выкладываю ее в срок, делаю все как нужно, скидываю переходы, скидываю свои просмотры. Это очень важно. Поэтому к чему же я вам рассказала эту ситуацию? Ребят, пожалуйста, будьте просто аккуратными, потому что очень много блогеров на данный момент в интернете любят обманывать. И вы можете договориться с ними заплатить там, я не знаю, половину, и как только он выложит рекламу, заплатить остальную половину. Но тут уже только вы, ребят, не обманывайте, потому что блогеры такого не любят, и они вам могут сделать антирекламу. У меня очень много было таких покупателей, когда мне говорили, Карин, вот сейчас мы у тебя покупаем рекламу, платим тебе там, я не знаю, 50%, ты выкладываешь ее, а потом остальные 50% мы тебе доплачиваем. Ну и, соответственно, я выкладывала, мне ничего не доплачивали, ну и, соответственно, я просто удаляла рекламу. Мне кажется, это правильно и очень даже справедливо. А как считаете вы, напишите ниже в комментариях. Это тоже полные цветочки по сравнению с той историей, которую вы услышите сейчас. Итак, погнали дальше. Перейдем на всеизвестное нам Авито, куда многие люди выкладывают те вещи, которые они больше не носят, или же они им больше не нужны, или новые вещи, в общем, все что угодно. Вы можете связаться с продавцом и приобрести эту вещь. Ну и, соответственно, девочка, моя подписчица, решила сделать подарок своей сестре на день рождения. Она копила деньги около года с сестрой, они были в потрясающих отношениях, но, к сожалению, сестра это была старше, и она жила уже со своим молодым человеком в другом месте, в другой квартире. Ну и эта девочка знала, прекрасно знала, что ее сестра мечтает завести себе собаку, но никак не хватает денег, или же она никак не осмелилась. Ну и вообще, это была ее мечта с детства. Соответственно, Оля, так звали подписчицу, нашла подходящую породу просто миленького, маленького щеночка, порода, кстати, шпиц, и продавался этот щеночек за 35 тысяч рублей. Эта история даже, наверное, не то чтобы о мошенничестве, тут, наверное, даже можно немножечко упомянуть маньяков, или же каких-то озабоченных, ненормальных кретинов. Как я вам уже сказала, щенок стоил 35 тысяч рублей, и так как это была младшая сестра, она даже договорилась с родителями, и они вместе собирались купить этого щеночка. Девочка переводит предоплату, созвонившись с этим молодым человеком, который сказал, да-да-да, хорошо, отлично, щеночек здоровый, все хорошо, переводите тогда 10 тысяч, и когда вы уже придете ко мне за щеночком, отдадите или переведете мне оставшиеся 25 тысяч. Девочка соглашается, они переводят вместе с родителями 10 тысяч рублей, и спустя 5 дней девочка собиралась идти в соседний дом, там можно, по-моему, смотреть, близко ли с тобой человек этот живет или не близко, проходит время, и тут девочка по новостям узнает, что именно по этому адресу в соседнем от нее доме произошла какая-то сильная драка, чокнутый на голову мужчина избил какую-то девушку, это я к чему сейчас говорю, просто по тому же самому адресу, куда на следующий день должна была пойти подписчица с родителями, избили девушку, понимаете, да, насколько капец? Естественно, этот мужчина больше не отвечал на звонки, деньги никто никому не вернул, и у этой девочки была сильнейшая травма, потому что, ну, во-первых, что произошло с щенком, во-вторых, что произошло с девушкой, в-третьих, что вообще происходит, потому что девочка должна была пойти со своей мамой, и что бы могло произойти, тут вообще фиг его знает, но история трэшовая. Тут вообще, мне кажется, какое-то тройное комбо, и обман, и какой-то мужик на голову чеканутый, и то, что он, как потом девочка обсуждала с мамой, вообще выложил не своего щенка, и эти фотографии вообще были в интернете, ну да, гуляли по просторам интернета, точнее, на просторах интернета. Я не понимаю, как можно быть таким человеком, у которого внутренний мир полностью токсичный, чтобы вот так вот относиться, обманывать других. Я просто не понимаю, у меня совершенно другое воспитание, и, возможно, внутренний мир каждого человека по-своему особен, но чтобы вести себя так, это я не знаю, что должно произойти. Но, по моему мнению, это просто капец. Ну и последняя история, о которой я вам расскажу, это как раз-таки моя история, да-да-да. Она не такая уж и длинная, но так или иначе, я вам просто расскажу. Я думаю, вы не один раз смотрели мои ролики на YouTube-канале, где я говорила вам о своем похудении, что я состояла в группе, куда кидала свою еду, что я ем, там был тренер, который отслеживал мое питание, отслеживал, что я кушаю, мой вес, мы все это кидали, тренер с нами беседовал, разговаривал. Но перед тем, как найти вот эту нормальную группу, в которой я была, меня один раз обманули. Моя подписчица, а я общаюсь со многими своими подписчиками достаточно часто, скинула мне очень хороший контакт девушке и сказала, что вот она просто чудесный тренер, она может контролировать твое питание, что в группе будет всего пять девочек с такого-то, такого-то числа, я тоже там буду. Ну и я, соответственно, такая, да, прикольно, я только забуду поучаствовать. Стоило это все дело на один месяц 7500 рублей. Ну, соответственно, тренер все отслеживает, это как бы очень популярно сейчас вообще в интернете. То есть целый месяц должны контролировать, что ты делаешь, что ты ешь, там спорт, не спорт и тому подобное. Как только я заплатила, меня везде заблокировали. Девочка меня это заблокировала и, видимо, переводила я деньги, связавшись с тренером ее какой-то сообщнице. Видите, ребят, вы не одни такие. Это я обращаюсь к тем, кто делится со мной этими историями. Я тоже велась не один раз на каких-то мошенников, на постоянный какой-то обман. Просто у меня было настолько хорошее настроение. Я общалась с подписчицей и подумала, что, ну, естественно, мне чего-то плохого не посоветуют, потому что, ну, у меня со всеми моими подписчиками прекрасные отношения. И мне стало очень неприятно, что так произошло, поэтому я решила поделиться с вами, потому что, ребят, от вас у меня нет никаких секретов. И к чему же я сняла это видео? Я хочу, чтобы вы просто были аккуратными. Эти четыре истории я рассказала неспроста. Пятую историю я хочу рассказать в своем инстаграме, поэтому обязательно подписывайтесь. Туда я выкладываю очень много всего интересного. История, которая произошла с моей подругой, когда ее обманула молодой человек. И это был самый настоящий трэш. В общем, подписывайтесь на мой канал, ребят. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Пишите, какая история по вашему мнению, ну, ниже в комментариях, удивила вас больше всего. Мошенников и обманщиков много. И я очень надеюсь, что среди моей аудитории таковых нет. Потому что мы семья, я вас люблю, и я очень хочу, чтобы все мы жили долго, счастливо и без какого-либо обмана. Даже не думайте никогда, ребят, об этом, потому что жизнь прекрасна. и добиться всего того, что вы хотите, ставив себе цели, можно без чего-то такого плохого. Спасибо вам огромное за просмотр. Ну, а с вами была Карина. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok